Самая плохая дорога в России находится в Ставропольском крае. Проезжая часть на въезде в село Дворцовское Кочубеевского района набрала больше всего голосов в рейтинге убитых дорог Общероссийского народного фронта. Сегодня достопримечательность со знаком «минус» посетили активисты ОНФ и представители дорожной инспекции. Насколько все плохо, оценил и Антон Киевский. Вот уже три недели дорога на въезде в село Дворцовское Кочубеевского района лидирует в рейтинге убитых дорог Общероссийского народного фронта. Причем это лидерство не по краю, а по стране. Местные жители в отчаянии. Дорога, по которой можно попасть в село, одна. И та на ладан дышит. И ситуация не меняется уже несколько лет к ряду. Молодые люди все работают в городе. Набрали ипотеку, купили дома. Проблемы такие, что если дожди, снег, люди остаются дома, их увольняют. Дальше что делать? С ипотеками люди, которые плачут, горькими слезами. Ну дети, ну дети на подводе. Потому что детства некуда. Люди в лаэра, в дешево, в дешево, в дешево, в дешево, в дешево. У меня, например, сын, я вожу его индивидуально, обучается в городе Невунамыс. Подскользнулся, где-то вода потекла, ребенок пугается ДЦПшный. Он с машины у меня выскакивает, я его потом неделю не могу в школу везти. В справедливости ради стоит отметить, что небольшой участок этой дороги не так давно был отремонтирован. Но общая протяженность некачественного дорожного полотна 9 километров. На его ремонт, по словам местных властей, не хватает средств. Однако дорогу обещают отремонтировать полностью за ближайшие 2-3 года. Я думаю, что эту работу мы сможем сделать не за один день. То есть мы ее не сможем сделать за 2 дня. Только за максимум, как я вижу, за 3 года, потому что часть дороги, я же говорю, сделали. В этом году мы тоже что-то сделаем. И, соответственно, если так, будем вместе, вместе с нашими жителями, с правительством края, с нашей жизненной тоже позицией, мы тоже хотим, чтобы дорога здесь была однозначной. Общероссийский народный фронт будет держать ситуацию с дорогой в Дворцовском на особом контроле, при этом помогая местной власти искать пути решения проблемы. Как промежуточный итог сегодня я вижу то, что дорога будет ремонтироваться однозначно. Мы не будем снимать с контроля эту дорогу. И, наверное, не быстро, не сразу, но какими-то кусками, какими-то участками она все равно будет сделана. Более подробный отчет об инспекции Общероссийского народного фронта в село Дворцовское вы сможете увидеть на своем ТВ в программе «Эх, дороги, ух, дороги» 30 июня в 2015. Антон Киевский, Иван Фильянов, Своё ТВ.